Приветствую вас. Давайте я сначала прочту ваш вопрос, да, чтобы немножко проще было. Он небольшой, поэтому я его зачитал. Встречалась с парнем, но потом расстались. Вот сказалось, что мы разные, просто разные и всё. Сейчас он ведёт себя так, будто мы и не встречались. Сейчас, когда в компании начинает цеплять меня, чувствуя, будто два разных человека со мной один наедине, он был другой. Я очень сильно его люблю и хочу с ним помириться. Что делать, как быть, как помириться. Наталья. Вам зовут именно так. Наталья. Первое, что вам нужно понять, это то, что здесь, мне кажется, вы не очень хорошо осознаёте, что вам хочется. То есть, помириться с человеком, то, что вы хотите помириться с человеком, да, это в принципе понятно, что вы хотите с ним помириться. Вот. Но я бы сказал, что для, как бы, более такой вот, ну как полной картинки, что ли, для более полной картины, мне кажется, имеет смысл, что ли, для более полной картины. Он, для себя, себе, на вопрос ответит, чего я хочу. Вообще, вот я хочу чего. То есть мне нужно, что мне нужно в этом, в том, что я хочу помириться с человеком, я нуждаюсь, например, в этом, вот, в чём именно я нуждаюсь, понимаете? Это довольно важный момент здесь, потому что от того, насколько сознательно вы действуете здесь, от того, насколько вы замечаете в себе, например, какие-то вещи, например, что вам хочется, например, да, вот, и так далее. Зависит, собственно, вашей перспективой в отношениях, я имею в виду зависит от того, получится у вас или нет выстроить контакт с человеком, вот, понимаете, что я имею в виду. Второй момент, на который вам нужно, ну, поискать ответ, скажем. Так. Это причина ставления. Это то, что вы разное. Это, ну, это понятно, что вы разное. Это, в целом, как мне кажется, нормально. Что-то мне кажется абсолютно нормальным, что вы разное, мне кажется, абсолютно нормальным, что вы различаетесь, именно различия делают нас интересными друг для друга. Вот. Поэтому тут не совсем это аргумент. Вот. Если вы понимаете, что я имею в виду, это не совсем аргумент. Вот. То есть, как мне кажется, проблематика немножечко в другом. Она более, что называется, ну, может быть, более личная проблематика. Связана непосредственно с человеком. Связана непосредственно с, ну, с реакцией мужчины. Мужчины. Вот. Ну, на вас, на его, ну, на его отношение к вам, грубо говоря. Пока что это не, ну, никак не корректируется. Обратно говоря вам. Вам пока что это никак не корректируется. Никак не отслеживается. Никак не видится в вас. А момент это достаточно серьезный. Дальше. Почему человек с вами ведет себя одним образом, а когда он находится в компании, то другим. Это такая достаточно, ну, классическая, я бы сказал, даже игра, когда, ну, знаете, вот, когда маленькие ходить, ходить, когда они играют в такую игру, которая называется догонялки. Вот та игра, когда то один за другим бегает, то другой за другим бегает. Вот. То же самое делает мужчина. Он пытается вас объяснять, пытается вас вводить, пытается, что называется, ну, девальвировать что-то. Так еще иногда говорится, девальвировать образ ваш в своих глазах. То есть, то есть специально, специально, специально пытается вас обесценить. Обесценить. Вот. Есть вот такие люди, они, к сожалению, существуют, они, к сожалению, ну, действуют. К сожалению, они действуют. К сожалению, они довольно часто, ну, оказывают, я бы сказал, такое вот достаточно существенное влияние на поведение, на свое поведение и на поведение другого человека, в данном случае на вас. То есть, да, это, вот, какое-то, это классическое, на мой взгляд, реакция обесценивания. Прям классическое, классическое. Человек просто обесценивает, он пытается, пытается обесценить. Я не знаю, конечно, там, условно говоря, там, насколько у него это получается сделать, и получается ли у него это делать, но он пытается. Вот. А, получается или нет, это уже, мне кажется, больше квадратный вопрос и так далее. Вы говорите, я его очень сильно люблю и хочу помириться с ним. Ну, давайте, для начала подумаем, что такое ваша любовь. Не в том смысле, что мы пытаемся ее объяснить, нет, мы не пытаемся объяснить, объяснить ваши чувства. В том плане, что нам нужно понять, на что нацелена ваша любовь, на то то есть. В какой направленности ваша любовь, какую направленность ваша любовь имеет. Вот. Это важно. Почему? Потому что от этого, ни много ни мало, зависит то, как вы будете действовать дальше. Если вы будете с собой, сами с собой счастны, у вас есть шанс на то, чтобы относиться к человеку максимально естественно, максимально, чтобы, ну, чтобы, чтобы вы в этот момент максимально были сами с собой и таким образом могли бы решить эту проблему максимально без болезни. А с другой стороны, с другой стороны, если вы не знаете, что вы чувствуете, например, к человеку, если вы не понимаете, может быть, что вы чувствуете к, ну, вот, к мужчине, то имеет смысл. Это сперва изучить. И только потом уже действовать дальше. Только потом уже двигаться, ну, двигаться вперед. Вот. Я думаю, если вы как следует подумаете, вы увидите, обнаружите, на что нацелена ваша любовь, любовь. Так. Так. Ну, нужно просто немножко позамечаться, нужно просто немножечко поисследовать, нужно просто дать себе небольшой такой труд подумать. Вот. Подумать. Вот. Вот. Дать себе небольшой труд поразмыслить над этим. Вот. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но очень полезно. Вот. Вот. Для вас это очень полезно. Может быть, если вы решите для себя этот, ну, этот момент реализовать. Конечно. Вот. Дальше. Вы пишите, что хотите с ним помириться. Ну, с твоим смыслом. То есть, понимаете, помириться хоть с самым, а любовь – это, ну, в какой-то степени это, как бы вам так сказать, это в какой-то степени чувство направлено на человека, а не на вас. А у меня складывается ощущение, что помириться вам хочется, потому что вам без него плохо. Если вам плохо без человека, это немножечко не про любовь. Это больше про что-то другого. Например, про нуждаемость в человеке. Например, про потребность у него. Например, про тяготение к нему, условно говоря. Вот. И… Это важно. Для… Вот. Это важно. Это важно. Чтобы вы вот… Ну, чтобы вы понимали этот момент. Чтобы вы отдавали себе от счет в том, что происходит. И надеюсь, что так и будет. То есть, что вы отдаете себе от счет в этом, в том, что происходит. Как и вроде бы. Ибо почему. Потому что… Иначе… В противном случае. … costum… Складываться далеко не лучшим для вас об этом. Ну просто потому, что это всё довольно-таки, 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 такие, быстро, я бы сказал, отслеживается. Если вы понимаете, конечно, что я имею в виду, если вы понимаете, о чём я говорю здесь. Я вас ни к чему не принуждаю, да, я не хочу, чтобы вы думали, что я вас чему-то принуждаю. Я просто хочу, чтобы вы, может быть, немножко поразмыслили, да, раз у вас есть такой шанс, чтобы вы поразмыслили. Вот, и поразмыслили себя, что я хочу делать, например. Что будет, когда мы померимся, ну то же, например. То есть, эээ, ну хорошо, хорошо, мы померимся. Дальше. 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 Собственно говоря. Вот. В каком, ну в каком направлении мы будем двигаться дальше? Что-то мне кажется важным моментом. Окей. Понимаете, да? Какой я, например, была и остаюсь женщиной с человеком. Вот, ну вот, с этим мужчин, мужчиной. Какая я женщина, мужчиной была. Хочу ли я такой женщиной, например, оставаться? Или я могу быть другой? Я могу по-другому, ээм, как-то вот, себя вести. Насколько мне это будет трудно, насколько мне это будет тяжело, если я буду вести себя, вести себя иначе, вести себя по-другому. Да? Вот. То есть это, мне кажется, достаточно важные вопросы, на которые вам имеет смысл, как мне кажется, подыскать ответы. Потому что, напрямую, это все влияет на, влияет на то, как будет дальше выславиться. Ваша, в том числе и с человеком жив. Вот. Понимаете? Поэтому, тут, я надеюсь, четко на то, что мой ответ, эээ, поможет вам найти, эээ, в себе, эээ, обратную эфи, вот. И, эээ, которую, когда вы дадите, ну, например, мне, например, 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 да, чтобы, эээ, вам, эээ, увиделась новая перспектива, новые годы, чтобы вы увидели, то, как может быть, еще по-другому. А сейчас, мне кажется, эээ, чем дальше, чем больше человек вас, ээм, отпакивает, тем более вы, вы хотите, ээ, быть с ним. Ну, еще немножечко ее тоже можно будет назвать любовный девиц по-зависимости, по-зависимости. Чего бы мне для вас, конечно, не хотелось бы. Поэтому. Да, по практике вы в дужане тоже нужно вам, эээ, ну, эээ, психо-психотерапией позаниматься немножко, вот, чтобы было более легче, проще, эээ, справляться с теми моментами, с которыми вы сталкиваетесь. Вот, я имею в виду моменты, вот, эээ, касаемых, касаемо, эээ, этих вот, ситуаций, которые вы описываете, потому что, ну, это, это же, вряд ли было, случайно, что мужчина после расставания, вот, стал себя вести вот так. Абсолютно вряд ли, что после расставания он начал вести себя, ну, вот, таким образом. так. Ну, мы же это, в принципе, я надеюсь, понимаем, вот, с вами. Поэтому, тут принципиально важный момент, который вам, эээ, нужно, эээ, обратить свое внимание. Вот. если вы хотите, конечно, эээ, ну, себе разобрать, если вы хотите, эээ, поисследовать себя, если вы хотите лучше себя понять, вот, если вы хотите, эээ, ну, быть счастливым. А, а не страдать и, там, переживать, условно говоря, вот, из-за человека, который, вполне возможно, сам не знает, эээ, чего хочет вообще. Вот. Такой ответ я могу, могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы, надеюсь, что вы, эээ, сформируете, эээ, обратную связь, вот, которая послужит хорошим началом для, эээ, психотерапии. Вот. Чтобы, ну, чтобы, эээ, вы могли, эээ, ну, как бы, жить, вот, немножечко, так. Ну, своей, своей, своей жизни, да, а не чужой. Вот. То, что я хотел бы, хотел бы вам ответить. Эээ, на этом всё. Эээ, удачи вам всего самого доброго. Эээ. 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 Эээ.